Всем добрый вечер! Смотрите, какая молния, гроза в Мерсине. Выключили свет. Всё сверкает в темноте. Мимо меня, мимо меня, мимо нас. Всё будет хорошо. Ливень сверкается. Да, пошла я закрывать двери. Не люблю я. Такую погоду не люблю. А кто любит, скажите? Привет, мои дорогие, милые подписчики, друзья! Вы знаете, что? Я опять забыла про вас. А потом вспомнила, что, может быть, вам понравится этот рецепт, который я увидела в социальных сетях. Что я сейчас делаю? Я сейчас готовлю печенье из клубники замороженной, из замороженного банана и кунжутные семечки. Конечно, если были другие семечки, было бы вообще бесподобно. Такие кунжутные семечки можно ещё насыпать побольше. Это, во-первых, очень полезно. Я видела, как мамочка делала для ребёнка такое печенье. Тут нет ни сахара. Я не знаю, как оно получится. Будете свидетелями моего волшебства. Но у меня ещё не всё. Я готовлю для себя хлеб. Знаете, из чего? Из гречки. Зелёная нужна была, но у меня какая есть. Где зелёную гречку в Турции я найду? Даже в Батуми я не встречала её, если честно. Я привезла, по-моему, 5 кило такой гречки. И здесь у меня запекается хлеб. Духовку надо мыть, согласна. Вчера жарила я курицу и думаю, сегодня вот это вот выпекаю себе и помою. У меня здесь, знаете, что жарится? Что? Давайте посмотрим. Вместе с вами. Хлебушек. Хлебушек из гречки и из пшена. Пшёнка я привезла тоже из Батуми. Три месяца. Смотрю, что-то у меня появились, какие-то бабочки. Я быстренько это на солнышко прожарилась. Оно у меня. И? Да, в халатике ещё. Готовлю в халатике. Прожарилась волосики у меня так чуть-чуть. Как вам? Как я вам? Как я вам? И я их прожарила на солнышке. И всё у меня в холодильнике, эти крупы, потому что боюсь, чтобы там ничего не завелось. Сейчас что я буду делать? Сейчас я приготовлю, потому что хлебушек уже испёкся, а потом с вами поболтаю. Окей? А вы ждите, не переключайтесь и не забывайте подписаться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Мне будет очень приятно. А вам не трудно. Что в итоге у меня получилось? Такое было пышные печеньки. А в итоге ничего не получилось. Я даже удивилась, как можно без муки, просто из банана, из жутных семечек, что-то испечь. Действительно. Даже я написала в комментарии. У меня всё растеклось в один блин. Было такое, так хорошо взбитое. Лучше бы я мороженое поставила бы, сделала себе десерт. Жаль, конечно. Но буду так кушать. Здесь клубничка. Много банана. Будет у меня урок. Вот. А хлеб... Пришлось даже хлеб вытащить, потому что я думала, быстрее надо пока стоят мои пики вот эти. Надо быстрее что-то делать, их печь. Ну-у. Не получилось. Как они делают там кунжутные печенья из банана и кунжута. Смотрите, что у меня из этого получилось. Вот. Всё сгорело и ничего не получилось. Я не знаю, как можно верить этим соцсетям, когда они предлагают такие рецепты. Или они килограмм кунжута туда положить надо было. Потому что ничего не получилось абсолютно. Это всё испарилось. Это же клубника и банан. Ни муки там, ничего. Как можно у них такие печенья были красивые. Ну, а вот мой хлебушек. Сейчас вместе с вами мы его порежем. Хлебушек вроде бы красивый. Ну, посмотрим, какой он изнутри. Я так кушать хочу. Всё, вожусь, вожусь. Так, ну, смотрим, прожарился он или нет. Ой, а хлебушек классный, да? Хлебушек получился. Буду пробовать. Приятного мне аппетита. Гречнево-пшённый. Добрый вечер. Посмотрите, что у меня на кухне. Что у меня на кухне, друзья мои? Мы были с мужем на базаре. Он меня потащил. И я сейчас расскажу о ценах. Потому что я сама всё покупала вместе с мужем. Зелень сегодня по 5 лир. Пучок. Мандарины по 10 лир. Очень сладкие. Кабачки 10. Это тоже, по-моему, по 10. А есть и по 5. Яблоки 20 лир килограмм. Помидоры 15 лир. Огурцы 10 лир. Лук по 10. Подешевел. Грибы 40 лир килограмм. Чеснок 60 лир килограмм. Картошка 15 лир. 14. 15, да. Это по 15 лир килограмм. Морковь. Карлики появились. Кажется, они 20 лир килограмм. Вот смотрите, как заботится о моём здоровье мой муж. Две штуки купил. Говорит, 25 на... Но они такие огромные. О, сколько мне надо есть их. И купили мы, смотрите, такие хорошие авокадо. И помяли их в сумке. А мне больше всего хотелось вот тыквы. Насмотрелась я рецептов в интернете. Слюнями обтеклась. И это вот стоило 35 лир килограмм. А потом мы вышли на улицу, там продавали женщины. Это 40 лир. Самая маленькая взяли. Вот такой у нас базар, друзья мои. А у меня, смотрите, я сегодня и работаю, и бизнес развиваю, продвигаю. И вот мою, видите, у меня помытое здесь так чистенько. Внизу отмыла. Сейчас буду всё раскладывать. Времени нету, гости идут. Господи, я не знаю, как мне всё успеть, как мне всё успеть. Разрываюсь. Кушать некогда, кушать некогда. С утра на набережной была. 10 тысяч шагов. Мои дорогие. И цветы надо полить. И птичек надо. Включила свет. И птичек надо. Где мои птичечки? Сейчас мама вас заберёт. Вот. Морковку им дала. И она, видите, сразу повыбрасывала. Вот сколько у меня дел. Сколько у меня дел. Сейчас это всё буду раскладывать. И покушать надо. Ну вот, мои дорогие. Вот такие вот дела. Вся в делах, Светлана. Вся в делах. Жизнь прекрасна. Благодарю Бога и Вселенную. Всем привет, мои дорогие зрители. Я собралась сюда. Погода замечательная. Сегодня какой? 7 ноября. 8 или 7. Друзья мои, я запутала. Сегодня 7 ноября всех с праздником. Помню, когда я жила в Батуми, это был такой праздник. Парад у нас был. Нас готовили всех учеников. Как шагать на линейку, на парад. Это был праздник для нас. Уроков не было в тот момент. Ой, надо поторопиться. А то девчонки уже собираются, чтобы мне не задержаться опять. Светлана опять задерживается. Уже простулась рано, да? Сделала гимнастику для лица. Сделала йогу. Да, вы сейчас скажете, гимнастика это все ерунда. Нет, знаете, ерунда. И может не видно, когда... Это делаешь месяц, два, три. Но когда это войдет в привычку, у меня уже вошло в привычку. Утром, как проснусь, почищу зубы, умоюсь. И прямо требует организм 10 минут постоять возле зеркала. Поделать упражнение, как я вас случила. Для поднятия скул. И мышцы закачиваются. И через год становится процесс моего старения. Я заметила морщинки, когда привезла детей. И испугалась. Пыли начали появляться. Ну, сейчас, конечно, будет, да, так. Мне кажется, и глазки твои подтянулись. В общем, есть плюсы. Я на рыбном ресторане в рыбном базаре. Нашла более короткий путь. Здесь подготавливают к продажам. Видите, как чистят с утра, блестят. Чистенько все. Рыбочка вкусненькая. Рыбочки много, разнообразие. Буду возвращаться здесь будет уже работа идти. Друзья, Мари, я для вас готовлю сюрприз. Ну, вот именно вот. Продолжайте смотреть мои видео. Это интрига. Очередной маркетинговый план. Но вы приятно удивитесь. И для этого сюрприза у меня сейчас, вне того, что у меня такая насыщенная жизнь, у меня еще и нужно, знаете, что делать? Готовиться к этому сюрпризу. Вот, мои дорогие. В каком парке здесь? В каком красота такая? Тешима. Жизнь в раю. Жизнь в раю. Вот эти встречи с девочками дают мне выйти из моей зоны комфорта. Вот я выхожу так и занимаюсь своей жизнью. Особенно мне, знаете, что приятно? Что многие мои подписчики, в основном у меня мои партнеры, я же не хожу по улицам, не предлагаю свой бизнес, да, каждому. Это бизнес для избранных. В основном, в основном, все выходят меня через, находят меня через YouTube. Люди наблюдают за мной годами, убеждаются в том, что я такая, какая есть, я здесь, мой адрес вы знаете, и никого никогда не обманула. Просто. Как я могу обмануть? Я сама изменилась. Я смотрела недавно мои первые видео. Какая я там смешная. Если вы хотите посмотреть, рекомендую посмотреть и увидеть разницу, какая я была в 2019 году и какая я сейчас стала женщина. Красавица. Поэтому была я большая вам благодарность, что вы смотрите и все-таки принимаете такое правильное решение сохранить свои деньги правильно. И убираете эти деньги, забираете своих счетов банковских и покупаете ценные криптоактивы. Я жду вас. Немножко пошевелитесь, мои дорогие, кто планирует и что-то еще думает, потому что действительно скоро закончится эта лафа, и потом не будет такого лафа. Там будет другой вид заработка. Но сейчас, когда дают бесплатно, используйте этой возможностью, мои дорогие. Какая красота у нас получилась. Нейроцель. Девочки, всем привет, кого нет с нами. Мы вас всех любим. Как красиво играют, друзья. Как красиво. Браво, браво, браво.